Приветствую, друзья! Писатели и фантасты, нанятые неким шваброй, днём и ночью в скоростном порядке пишут новую сказку для дятлопитеков о суперновой, супернепобедимой каляке-маляке. И поэтому, думаю, надо ещё раз вспомнить, как эти бесы прикрывали друг друга в то время. Приветствую, друзья! Всем добра, здравия и благоразумия! Сегодня разберём одно решение лжесудьи. Оно же версии, где этому лжесудье пришлось изворачиваться, как змея на сковородке, чтобы выградить мусора, именно мусора, потому что нормальный полицейский не пошёл бы против своего народа. А все, кто подчиняются преступным и античеловечным приказам, иначе как мусорами назвать нельзя. Система тащит сама себя за волос из своего же гнилого болота, которым давно уже погрязло. В этом решении лжесудья смешал всё воедино. Мягкое, с тёплым, котлеты, с мухами. Не побрезговал даже перевёрнутыми фактами. И всё для одной единственной цели – выградить своих шестёрок. Вот теперь мне ясно, кто ты по жизни будешь. Ты шестёрка! Чушкаль! Поскольку известно уже, что в полиции не до комплект. Разбрасываться они ими не могут. Так вот, этот лжесудья на разных страницах совершенно противоположные и взаимоисключающие факты и обстоятельства. Пошёл на такие ухищрения и ложь. И всё это для одной единственной цели. Поскольку этот лжесудья уже и так приступил закон, ему ничего не остаётся делать, как дальше. Попирать всё законное. Попирать даже всё то, что ими самими придумано. Все самые мнимые законы, мнимые правила, мнимую конституцию. Остановиться они уже просто не могут. Давайте вот рассмотрим некоторые факты. Долго вас задерживать не буду. Просто покажу, что он смешал белое с чёрным, чтобы в результате получилось что-то серенькое, незаконненькое. Но лишь бы лжеполицейский. Да что там, назовём вещи своими именами. Мусорок, который пошёл против своего же народа, не пострадал и не вылетел с должности своей. Поскольку и тот, и другой проявляют мошеннические действия, ложь, чтобы выгородить друг друга, это является ничем иным, как фошеннические действия. И эти две должности, которые они сами себе определили, должны быть погашены по канонам, за нарушение канонов. Перейдём к решению. Суть иска состояла в том, чтобы признать незаконными действия сотрудника полиции, который подошёл и требовал одеть маску. Да-да, именно. Он требовал одеть, а не надеть. А затем составил протокол в отделе полиции. Были заявлены следующие требования. Выразившиеся в доставлении в отделение полиции, применении физического насилия, исполнении ФЗ номер 3 полиции, не представился, не предоставлении возможности ознакомиться документально, с материалами, не исполнении ФЗ номер 68, о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Лже-судья, конечно же, во всех требованиях отказал. Сослался на закон 52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии, где как раз и прописано, что в случае угрозы возникновения распространения инфекционных заболеваний могут вводиться ограничительные мероприятия. Также и в постановлении, наспех составленном номер 417, говорится об этой угрозе. И говорится, что только в случае этой угрозы граждане обязаны выполнять требования должностных лиц. И вот, опираясь на эти никем не подписанные постановления и законы, лже-судья делает вывод, что сотрудник полиции был праве требовать от гражданина соблюдения установленных законом порядков правил. Но далее перед лже-судьей стоит загвоздка. Ему же надо оправдать мусорка в том, что он не предпринял мер по устранению угрозы в чрезвычайной ситуации, о которой он говорил в начале решения. И что же делает лже-судья, недолго думая в том же самом решении, пишет, что оказывается, в тот день не было никакой угрозы. Условия чрезвычайной ситуации не действовали. И, соответственно, мусорку не было необходимости что-либо делать. Ну как вам?